Строительная недостача. В городе Ковылкино подрядчик строил дом для переселенцев из-за аварийного жилья и случайно украл 4 квартиры. Недостача обнаружилась, когда люди начали переселяться. Теперь 4 семьи живут в домах, которые приготовили под снос и не знают, где им искать законные квадратные метры. Юлия Прунова и Александр Гурьянов разбирались в квартирном вопросе. Валерий Григорьевич купил квартиру в этом доме без малого 10 лет назад. Ветеран Чернобылец смог накопить на двушку на окраине города не сразу. Поэтому покупка была долгожданной. Радовались и тому, что жилье на первом этаже и больная нога не будет слишком страдать от длительного путешествия по лестницам. Торжествовала семья и после того, как узнала межведомственная комиссия, признала этот дом аварийным. И жильцов пообещали переселить в новое жилье. Но что-то пошло не так. Все соседи уехали в новые квартиры. А про Дербеденевых забыли. Нас вызывали тоже, нам предоставили квартиру. Мы зашли, она маленькая, диван не разложишь в ней. Очень маленькая кухня, только можно одному человеку там сеять. Дом теперь больше похож на призрак. Ни одного целого окна. Кое-где заботливые грабители вынесли и рамы. Двери тоже куда-то пропали. Внутри нет перил, полы вскрыты. Только ветер, только дождик и несчастье впереди. Эти дома в Ковылкино начали строить в начале 70-х, говорят местные жители. Их здесь несколько десятков. Таких похожих один на другого, как братья. В самых первых зданиях использовали дранку, деревянные рейки и штукатурка. А вот в последних вполне себе кирпич. Дом не отключили от коммунальных услуг. Сюда по-прежнему подается тепло, вода и электричество. Вот только связисты отрезали телефонную линию. Да и кабельного ТВ здесь больше нет. Чтобы было не так холодно, окна соседских квартир пришлось забить фанерой. Мы остались. Трубы там тепло подрезали, сделали. То есть, по сути, у вас одна жилая квартира во всем доме? Во всем доме, да. Таких семей, которые так и не дождались. Переселения из аварийного жилья в Ковылкино несколько. Как нам удалось выяснить, все они стали жертвами хитрого плана строителей. Почему не был переселен одна из семей? По муниципальному контракту, в рамках которого приобретались жилые помещения для расселения граждан, застройщикам не были предоставлены четыре жилых помещения. Были перечислены денежные средства, то есть за 28 жилых помещений. Было предоставлено только 24 жилых помещения. То есть, квартир просто не хватило, хотя городской бюджет сполна рассчитался со строителями за их возведение. Как выяснилось, подрядчик успешно продал квартиры в муниципальном доме еще раз. Чтобы доказать это, городу пришлось дойти до арбитражного суда. Решением арбитражного суда застройщик обязан выплатить эти деньги. И эти денежные средства в размере 4 миллиона 800 тысяч рублей уже перечислены в городской бюджет. Будем уже либо предоставлять жилые помещения, соответственно, гражданам, являющимся собственниками аварийных жилых помещений, либо будем возмещать, то есть предоставлять компенсацию в виде стоимости жилых помещений, которые являются аварийными. В течение 10 дней Ковылкинская городская власть намерена начать выплаты пострадавшим горожанам. Кроме того, жителям пообещали помочь с поисками жилья. Юлия Парунова, Александр Гурьянов. Наши новости из Ковылкина.